Самый сильный учитель математики. На какой день ушинками заросла ровно половина озера? Я могу прямо, ты можешь прямо спросить, а сколько ты примерно зарабатываешь? Прям честно, ответишь? Вот егай-то, хуйня. Лучше бы просто экзамен оставили. Мои друзья часто в шутку называют меня шкафом. Но как бы это сейчас забавно не звучало, даже такому большому шкафу, как я, понадобились домой стулья. Да, ло. Кирилл, привет. Мы тут с пацанами собрались. Сейчас приедем к тебе в гости. Будем через полчаса. Иногда друзья делают сюрпризы, к которым ты не готов. Но к ним всегда готов мегамаркет. Тем более у них сейчас выгодная акция на мебель. Кэшбэк до 55%. Например, комплект стульев стоит 6079 рублей. Кэшбэк 2797 рублей. А это значит, что? Так как я часто ломаю стулья, я могу себе на этот кэшбэк, могу купить себе еще один стул. Также оплачивать товары можно бонусами из Берспасиба. До 99% от стоимости. И очень удобно, что у мегамаркета бесплатная и быстрая доставка. Ого, настолько быстрая. Кстати, цебо сказать. Дарю вам дополнительную скидку 1000 рублей на покупку от 5000 рублей по моему промокоду. Кстати, повышенный кэшбэк и промокод действуют одновременно. Не упустите самую выгодную акцию на мегамаркете. Самый сильный учитель математики. Нужно проверить две вещи. На самом ли деле он самый сильный, на самом ли деле он математик. Начнем с простых вопросов. Максим, можно тебя, пожалуйста? Представляю вас. Приветствую. Представляю вас. Это я аудиторию представляю ему. Максим, это аудитория. Аудитория. Это Максим. Если знакомы, пожмите руки. Если нет, то будьте знакомы. Я сегодня начинаю без ЭГГ, потому что тема серьезная, математика. Кто-то из вас двоечник, кто-то из вас троечник, кто-то отличник. Кто-то даже 2 плюс 2 не может сделать. Так, главная задача выяснить, самый ли сильный учитель математики. И вторая какая была? Про математику, наверное. Действительный математик. Леон, да. Я тебя проверял, брат. 20 плюс 20. 40. 60. Я понял. 60, это четверка тебе поставлю. Согласен, там еще эти замочки, да? Замки, 65. Сколько? 65, да. Есть нюанс, да. Понимаешь? Про деформацию человека. Ну что, 20 плюс 20, 40. Мы сейчас сжать будем. Не-не, я же сообразил, сообразил почти. На четверочку без замков. Кстати, тоже, ну это потом можно. Я для тебя тоже подготовил 4 вопроса. А можно прям сходу? Давай сходу. Интересно. А не, смотри, про математику как бы в таком смысле. В общем. Да, говорить не будем, это скорее такая логика математическая. Значит, давай простая задачка. Значит, смотри, на озере растут кувшинки. Вот их там сколько-то было, так? Да. И каждый следующий день количество кувшинок удваивается. В два раза больше становится. И вот так идет день за днем, так? На 30-й день все озеро полностью заросло кувшинками. На какой день кувшинками заросла ровно половина озера? 29-й. О, красава. Молодец. Привет, фанатье от мира спорта и армрестлинга в частности. Друзья, у нас вышел крутейший контент про армрестлинг, эксклюзивненько вышел он на платформе ВКонтакте. Поэтому, ребята, залетаем. Там будет интересно. Я уверен, что вы те упражнения, которые мы там делали, и тот формат, который мы там делали, возьмете себе на тренировочке. И ссылочка, естественно, будет в описании. Сколько чисел от 15 до 100? Я думаю, что 9. Нет, это цифры. А, цифры? Цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все, вот я перепутал. Сколько чисел от 15 до 100? А теперь очень просто смотри. От 1 до 100 сколько чисел, если считать? 1, 2, 3 до 100. Сколько чисел? Сколько чисел? От 1 до 100. 100. А нам нужно от 15 до 100. Значит, мы сколько первых чисел не берем? От 1 до 14. Называется тема эффект плюс-минус 1. Базовая вопрос. А я вот, честно, вот знаешь, на чем я попался? Я думал, что сейчас что-то, блядь, заумное будет. Что-то, какой-то подмог. Не, 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 никакое такое. Очень мягкое просто, простую вещь. Значит, задача такая. Она интересная. Значит, надо сообразить наглядно. Хорошо. Смотри, плоскость, представляешь, что такое? Вот она, плоскость, только она бесконечная. Сидит три мухи. Вот, в одной плоскости. Вот, раз, два, три. Подошел Кирилл Игоревич, ударил кулаком, мухи начали летать по залу, так? Просто летают. Хаотично, так? Через сколько секунд эти три мухи опять окажутся в одной плоскости? Не, не, это базовое понятие стереометрии. Ну, они уже взлетели в свои плоскости. О, кстати, на самом деле, чтобы ты понимал, это прям очень близко к истине, то, что ты говоришь. Если мы где-то рядом, ты смотрел этот сериал? Нет. Тебе нравилось это, Молдор? Я не смотрел. Ты X-файлы не смотрел? Смотрел? X-файлз? Да. Тоишь? Есть. Ну, это база. Это база, блядь, ее надо знать. Ну как, 2 плюс 2? 2 плюс 2 сколько? 4. А высший математик что на отчет говорит? 2 плюс 2? Смотри, я тебе так скажу, что... Хорошо, хочешь, я тебе красивую идею расскажу? Значит, смотри. Давай посмотрим. Знаешь, знаешь, что такое остаток при делении числа на число? После этого дождь пошел. Вот ты сейчас сказал, и мне у нас сегодня дождь пошел. Не, не, смотри. Остаток это, смотри, например, делим число на 3. Сколько будет 6 поделить на 3? 6 на 2. Правильно. А если 7 поделить на 3? Оно не делится? Ну, практически, да. Какой огрызок остается? Почему огрызок? Поделить это значит, смотри, поделить это значит в число запихать тройку. Сколько раз ты тройку можешь запихать в семерку? Два раза. А огрызок какой остается? Изенечка. О, это остаток называется. Так вот, существуют такие структуры, в которых 2 плюс 2 это будет 1. Знаешь почему? Потому что представь, что вместо всех чисел ты видишь только их остатки. 2 плюс 2 это 4, так? А4 при делении на 3, какой остаток дает? Изенечка. Один. Существуют такие структуры. Мы двигаемся с вами в одной плоскости, ребята. Начинаем. А что у тебя по спорту? Ну, раньше я сжал, много лет назад я даже был чемпионом Москвы среди юниоров по жиму. Но это было очень давно, лет 7 назад. Армрессингом занимался немножко, в МГУ я был. И все. Но ввиду последнего времени загрузки, дай бог, если я за последние 2 года раз в неделю тренировался. То есть времени вообще нет. То есть в фитнес-зале я не был года 4, наверное. Ну, типа у меня своя жимовая скамья, я там по мелочи дома и я там тренируюсь и все. А максимум сколько жил? 3 года назад, это один раз было максимум 170. Ну, всегда есть у меня 155-160. Ну, практически в любом состоянии, всегда. Но сегодня беда, потому что оно провалится. Из-за чего? Ну, мы во вторник на выпускном были. Вот Вася пришел, Виктор Евгеньевич пришел. И куча детей. И я так наборолся, что у меня руки со вторника просто в хлам. То есть я сейчас об бейсбол выпил, но ничего не проходит пока что. Ну, ничего, это пофигу. Подходящего идеального момента может не быть никогда. Это нужно четко понимать. Поэтому прямо сейчас и здесь будем страдать. А какой у тебя вес, рост, возраст? Рост у меня где-то 1,8 м. Вес, я думаю, в районе 97, сейчас где-то 98. Что-то типа такого. Возраст 33. Но всем говорю, что все рот 7. В 8 классе стал заниматься олимпиадной математикой. Выступать на олимпиадах. Дошел до Всероссийской олимпиады школьникам. Стал победителем олимпиадок по карьеру Рубьевогоры и поступил, собственно, в МГУ на Мехмат. Ну и все. И потом уже потихоньку начал преподавать, преподавать. Репетитор, то-се. Потом как-то образовательный центр в Москве создал. Потом в онлайн вышли. И все закручивалось, завертелось. А как по заработку? Можно зарабатывать? Нормально? Можно. Нет, я всегда отвечаю. Я могу прямо, ты можешь прямо спросить. А сколько ты примерно зарабатываешь? Супер ты примерно зарабатываешь. Да, я тебе прямо скажу почему. Потому что одной из ключевой задач своих я вижу, это поднятие имиджа учителя вообще в принципе. Потому что у нас с этим все-таки есть проблемы. Ну, я могу так сказать. Я не знаю сколько точно. Почему? Потому что я реально в последнее время не считал. Есть все деньги в проекте. Самое главное, чтобы хватало на всю социалку. У нас очень много социальной деятельности. Короче, на развитие проекта. По ощущениям, прикинув за прошлый год, ну, это больше 10 мультов в месяц точно. Вот. Сколько точно, я не знаю. Хватаете? Мне, да. Нормально хватает. Люди будут писать, спрашивают, в смысле 10? В смысле миллионов? А так, ну, так и бывает. Ну, так. Больше 10 миллионов. Сколько точно, не знаю. Но, здесь надо четко понимать, что если усреднить, то, ну, на дистанции, я Кириллу уже рассказывал эту историю, то будет другая сумма. В каком смысле? Я первые деньги из проекта я забрал 2 года назад. То есть, 2 года назад у меня не было ни машины, ни квартиры, ни дома, вообще ничего. То есть, я 10 лет зарабатывал бабки, а зарабатывал я примерно... Слушай, я был репетитором, я прям сам руками учил вживую детей. Я зарабатывал где-то миллион 200, миллион 300 сам. Но я, понимаешь, я работал фулл-тайм, ну, собственно, я сейчас без выходных работаю, вот. Я все эти деньги вваливал в проект. Вваливал, вваливал и 10 лет, оно все крутилось, проект рос, и не было ни одного такого момента, где я мог, понимаешь, иметь на руках живыми там хотя бы 5 миллионов рублей. Потом она понял, видимо, как-то критическую массу набрала, перевалилась, и все. Поэтому как бы это сейчас-то. А как так? Объясни, можно быть математиком и зарабатывать 15 тысяч, а можно быть математиком и зарабатывать 10 миллионов. В чем разница? Подстраиваться под современные реалии? Ты берешь какие-то проекты там? Ну, безусловно. В онлайне? Ну, конечно, конечно. Я даже, я же еще в университете, в Адыгейском государственном университете, я там старший преподаватель. И один из членов экспертной группы по разработке новой программы учителя математики будущего. Вот. Речь про то, что да, все-таки сейчас аудитория, школьники хотят видеть такого, ну, более современного преподавателя, что ли, да? То есть это и сочетание живого там общения, и какого-то онлайн-контента, и мотивации. То есть, знаешь, типа, просто научить математике, оно все больше не канает. Можно сказать, что, ну, как же так-то, раньше было по-другому, но вот нет. Нужно, чтобы ты, ну, как, постоянно контактировал с ребенком, да? Мотивировал, он вел, делал для него этот предмет интересным. Вот это вот все. В этом и разница. Ну, звучит прикольно. Ну, а как ты думаешь, как долго мы к этому будем идти, к таким преподавателям, как ты? Да никак. Как-то будем идти, в смысле, они будут появляться как-то сами собой. Чем сильнее будет развиваться там онлайн-образование тоже, да, тем больше будет появляться людей, которые добавляют там в свою методику тоже какой-то онлайн-контент. Я, кстати, не говорю, чтобы сразу тут хейтеры на меня не напали, я не говорю, что все, нужно заменить онлайн-образование. Это очень важный момент. Онлайн-образование – это лишь один из инструментов, который позволяет решать конкретную задачу. То есть заменять оффлайн-живое образование онлайн ни в коем случае нельзя. Первый год, наверное, как только я поступил. Кстати, я вот этот район, то есть это вообще вот самому любимому. Вон же там общежитие. Серьезно? Так я здесь жил 7 лет. Первый год, когда я жил в общежитии, я все время дрался. Постоянно. В неделю раза по три, короче. Допинг в математике. Вот смотрят ребята все равно. У нас же много молодого? Конечно. Легальный допинг в плане? Шоколад перед экзаменами. Что работает из этого? Слушай, я никогда, типа, не это самое. Я брал с собой шоколадку, допустим, на Олимпиаде, просто потому, что нужно было что-то быстро съесть. Ну, типа, быстро углеводы закидывать и все. И какие-нибудь там печеньки. Ну, из профессиональной среды что слышал? Кто чем закидывается? Закидываются наотропами. Наотропами? Наотропами закидываются на дистанции и все. Ну, ты имеешь в виду не перед соревнованиями, а вот задолго, да, там начинают? Ну, конечно, да. Нет, кто-то просто, слушай, многие не понимают. Там нет такого, как спорты. Все такие, типа, просто, окей, я слышал, кажется, что там фенил, как там, фенитропил. Фенитропил, короче, что он работает. А, практическая речь. Вот. И закидывается такой прям за день. И на следующий день. И там идет, например, на экзамен. Типа, что работает. Использует всякие, тоже, всякие, типа, фени-буд. Прописывают тем, у кого очень большой стресс, нервяки. Жесткие перед экзаменом. Я тебя приглашаю на чемпионат мира. Давай подготовишься? Давай реально, давай тебя подготовим и выступишь на чемпионате мира. Тогда? В декабре, в конце. В середине, точнее, в декабре. А что ты? Действительно, а что я? А ты покажешь детишкам, что такое класс? Сколько это у тебя? Сколько ты весишь? Думаю, где-то сейчас 97. Вася, ты можешь, пожалуйста, посмотреть по нормативам? 150-90 в сотке. Сколько это по нормативам? Ну, конечно, в смысле, да. Потому что это хоть мотивация у меня будет какая-то. Потому что тут вопрос в чем? Все время есть дела поважнее. Всегда? Всегда. И они всегда будут. Всегда будут. Да, и никогда не будет подходящего момента. Вот самое, если вы всегда гоняете за подходящий момент, его не будет. А напомни, пожалуйста, что это за меш и где его купить? Понимаешь? Ты понял, да? Ты обратил внимание? Ну, посмотри, да? Шортики. Видал, я еще в фузе пришел? Понял, брат? Понял, да? Одежда бога, в которой дает плюс сток силовым. Понимаешь? Сток уверенности. Это как мантия в игре, понимаешь? Ты был уродом, одел и такой сразу красавчик. В глазах любых. Хотя нет, на вас это не будет работать, потому что среди вас нет уродов. Одни красавчики мои, родные. А ссылка на одежду в описании. Сотки КМС 140, МС 162, а МСМК 185. Да, 162 это вообще ни о чем. В нормальном состоянии я и так их пожил. Ну и МС. У тебя есть МС-корочки? Будут и МС-корочки. В залах хватит ваших этих залах, да? А ты иди пожми, когда на тебя тысяч человек смотрят под командой. Нет, это понятно. Я поражал. Мышь! Просто зверюга, блядь. Лег. Ничего поправил, блядь. Так не делай. Нет, нет, это возникла проблема. Это у меня скользнуло, что я видел в прошлом, я, ну, уже не это самое. Здесь он делал, я сам подумал, все, жопа. Я понимаю теперь, как человек добивается своих целей. Нет, еще прикол в том, что вчера я раковину 20 килограмм на улице каменную, я вот так пытался двигать. То есть я ничего не мог. А сколько ты максимум был на бицепс? И поднимали вообще максимум? Да, с читингом год назад сотку. Какой сегодня план? Что действует на этом, да? Не получится, я думаю. Ну, оно прям сильно бьет в эти самые. То есть понятно, что вот, ну, в чистую прям совсем, да, не смогу не удерживать сейчас. Ну, буду немножко читерить, ну, хотя бы 90 хочется сделать. Но будем до конца идти, короче. На подтягивания мы вообще не рассчитываем. Ну, я лично не рассчитываю. Руки будут мертвы. Ну, и в принципе, я подтягивания как упражнение не делаю примерно никогда. Меня вымораживают подтягивания, пресс и пресед, короче. Я их никогда не делаю. Висишь, что-то там вот это, подтягиваюсь как-то долго, нудно, интересно. 80. У меня не так много просто этих подходов. Мне нужно сразу борщить. Ну, как? Ну, грязно, ну, что поделать. Слушай, а на порядок выше кого-то? Ты себя ставишь выше других? Ты жестко заебался до меня. Нет, смотри, это же слова из песни. Каста. Да. Не забывай свои корни, помни. Есть вещи на порядок выше, слышишь. Смысловая нагрузка у песни хорошая. Она мне нравится. Я ее сам часто пою, читаю. Смысловая нагрузка, это же название моего годового курса. Вот. Для школьников. Ну, вот, соответственно, то, чем мы с ними вместе занимаемся, для того, чтобы они за этот промежуток времени стали на порядок выше, чем были. То есть это прирост над самим собой, а не над кем-то. Превосковно. Оригинальный. Снимаешь квартиру или своя? Почему квартиру? Дом. У тебя дом? Ну, по Киевке. Дом, гараж, баня. А что за машина? Что за машины? Машина. Да, точно. Не на гент. Значит, у меня 911-й Porsche. Охуенно. Carrera. Охуенно. Макан GTS Porsche у жены. BMW 520 на компанию. На мою Range Rover Sport. В старом кузове 2007-го года. Ты? Да, 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 я взял за 700 тысяч и где-то миллион на два с половиной в него вложил. Я поменял все, даже коробку, короче, ну, кроме движка. Niva 2020 года и Lada 12. 2001 года. Не забывай свои корни, вспомни, есть вещи, порядок выше, слышишь? Чисто. Снял чисто, чтобы было. Да. Что, подтягивание? А тут есть подтягивание. Сколько раз максимум? Очень плохо. Ну, максимум сколько дают? Где меньше весил, где-то 20 с чем-то. А есть, где ты прям реально математик? В пиджачке, это кулачочек. То есть, вот я там что-то рассказываю, что-то пишу, там, да? Объясняю. Ну, и вот, давайте я отвечу на хороший вопрос. Например, человек такой говорит, а почему нельзя делать одну и ту же операцию? Ну, то есть, как бы, да, и вот такого контента, его здесь просто, ну, там, миллион. Максим реально очень крутой математик. У него есть свой YouTube-канал, где он рассказывает о математике. Помимо всего прочего, это ты математик. У тебя еще есть, у него есть самая крутая в России платформа онлайн, где обучают детишек. В основном это акценты, я так понимаю, к ЕГЭ. Смотри, ЕГЭ это большая часть, но это вообще далеко не так. Просто понятно, что, ну, у них мотивация. ЕГЭ у многих есть, готовится, потому что они поступают. А так это с четвертого класса и по студентам. У нас и высшая математика есть, и олимпиадная для младшеклассников. С четвертого и по студентам. Весь спектр. То есть, школа была полноценная практически. Не полноценная все-таки, как доп. образование, потому что программа своя. Не по школьной программе, а по своей. В общем, поэтому смотрите, у нас в описании будет две ссылочки. Во-первых, это на YouTube-канал Максима. А вторая будет непосредственно на Школково. Кому может быть полезна твоя школа? Всем. Целебуху скажи вот кому. Целебуха это подготовка к экзаменам 9-11 класс. Так, это высшая математика студенты. И это школьники там 4-8 класса, которые уже задумались над тем, что надо начать заниматься правильной математикой, то есть олимпиадной. Не знаете, что такое олимпиадная математика? Вот то, что я тебе вопросы задавал, кстати, это как раз 4-5-6 класс олимпиадная математика. Не-не, это, да нет, это не клинч, ты что, люди часто вообще не могут ответить на эти вопросы. Я не про это, я про то, что мы как отвечаем на них плохо. Хорошо, ты что, люди часто, если мы на улице в тот запрос, сделаем вот задачу про печеньки, больше половины не сможет ответить, ответить 15. И нужно, короче, заниматься вот этим логическим мышлением и развитием. И вот у нас очень много, по всей России, 4-8 класс. Мы сейчас еще, знаешь, что делаем? Мы ездим по регионам, например, у нас есть Чечня, Набережная Щелны, прям вживую. Знаешь, что мы делаем? Мы берем там несколько местных лучших учителей, доучиваем их и набираем группу, чтобы вживую, и делаем гибридное образование. Половина контента от нас онлайн, половина живьми преподавателей там ведут. Понимаешь, в чем фишка? Два в одном. Они еще, эти преподаватели, еще они не крутые преподы, так? Но они вместе с нами за этот год научатся и станут крутыми. Два в одном. Мы детей учим и еще педагогов создает. Прям честно ответишь? Вот ЕГЭ это хуйня? Лучше бы просто экзамен оставили или ЕГЭ это круто? ЕГЭ, вот он называется так. Согласен, что так он называется, не важно. Важно, что внутри, сама суть, содержание. Теперь смотри, какие есть альтернативы? Какие есть альтернативы? Выпускной экзамен из школы типа какой-то и потом в каждый вуз свой. То есть, проявить, чем прикол. Это все равно же как-то должно быть стандартизировано. В некоторых предметах по ЕГЭ есть проблемы. Математика, например, очень сильно изменилась. Чтоб ты понимал, там выбора ответа нет вообще. Я просто не понимаю, альтернатива какая? Короче, я все кого спрашиваю, какая альтернатива? Та система, которая была раньше. Какая? Когда сдавали экзамены просто. А поступает как? И поступительный. Выпускной экзамен, и поступительный экзамен. Вуз в каждой отдельности. То есть отдать это на откуп вузам. А понимаешь, что там будет происходить? То есть ЕГЭ спасает всех от... От этого в том числе. И все-таки как система, как явление, понимаешь, она... Да, у нее тоже есть проблемы. Это понятно, что проблемы в таких больших системах всегда есть. Зато есть стандарты понятные. Вот оставить экзамен в школе, ты говоришь. А как гарантировать объективность проверки, стандарты, общие критерии? Иногда, знаешь, люди говорят, а сделайте еще добавьте устный экзамен. Вот представь, вся система выстроена, есть письменная проверка, тебя проверяют, все понятно. Ну, есть какие-то скосы, но в общем целом работа хорошо. Представь, ты ко мне пришел, лично со мной общаешься, говорю, Тинни, говоришь, а вот такой вот дополнительный вопросик. Ты говоришь, ну, какой дополнительный, я же все ответил. Я тебе ставлю, говорю, нет, тройка. Ты потом идешь, значит, на апелляцию, жаловаться, что я тебе тройку поставил. Кто за этим, как нас рассудят с тобой? Кто прав, кто не прав? Мы очень долго рассуждали над этим. Скажем так, нужно ли вносить изменения в ЕГЭ? Да, безусловно. Есть ли на текущий момент какая-то готовая система, способная заменить, ее просто нет. Все, понял. Вопросов не имеешь. Считаем 15. Я надеюсь, вы много полезного запомнили с этого выпуска, что три мухи всегда в одной плоскости, что кувшиночки у нас, вот, половина пруда будет на последней цифре, на последней цифре, ну, короче, и всякое такое, вот. Ссылочки все в описании, лайк с вас, просмотр с вас. Вообще, надо, чтобы у нас подписчиков был на канале, миллион умножить на два, сколько будет? Да. Да ладно. Да. Поэтому, ребята, если вы смотрите, смотрите и подписывайтесь, пожалуйста. Будет приятная такая мелочь мне, а вам это ничего не стоит. Подписывайтесь на Максима, залетайте в Школково, будьте на позитиве, будьте умными, не будьте лохами, развеивайте стереотип качков, что качки тупые нет, качки все умные на самом деле. Если ты чего-то добился в спорте, то явно ты, как минимум, с циферками, с биохимией, с биомеханикой, ты знаком. Поэтому, мир, занимайтесь спортом и образованием. Самое главное, что я хочу сделать и в чем мне помог Кирилл Игоревич, это возможность подружить образование со спортом, потому что в здоровом теле здоровый дух и наоборот тоже еще можете добавить что-нибудь творческого и все у вас будет круто. А лучшее образование это самообразование? В том числе. Отдельный респект коллективу зала Спорт Стара. Приходите к нам позаниматься, будем рады видеть. Босс, шеф. Здорово, посмотрите, здорово. Руки просто. Смотри, посмотрите, лапа. Мне кажется, я похудел. А раньше знаешь, я бы был еще в 6 раз больше, больше, чем я был даже, когда я на пике был.